Салют, наркоманы кофейные! Вы именно кофейные наркоманы! Потому что среди вас есть те люди, которые употребляют кофе и пьют его, жрут. Но никто не признается, что я наркоман кофейный. Вы знаете, что кофе действует ровно так же, как поганый героин на мозг. Так что если вы пьете кофе и любите из кофемашины пить, или из турки, да и даже из нерастворимы, вы кофейный нарик, наркоман! Кофе очень вредно пить, но почему же я его пью и буду пить сейчас? Потому что я нажму одну кнопку, клавишу. Клавиша на моей новой шикарной кофейной машинке под названием... Внимание, пацанова! Бриэль! Так нажмем же эту заветную кнопку на этой кофемашине. Бриэль! Попробуем! Пользую я эту кофемашину уже пользую несколько дней. Восторг! Просто лютый! Не бывало такого восторга у меня по поводу кофейных аппаратов, как по поводу именно Бриэля. Бриэль! Это не какая-то фирма. Внимание! Я не включил, я не нажал клавишу. Автоматик! Кадис Алтематик! Нажимаем, блядь! Шоу дворецкого-то смоешь, падла! Внимание, клавишу-то я нажал и воды залил. Кофемашинка, она рожковая. Я уважаю рожковые кофемашинки, а не просто какие-то автоматы, где засыпал зерна, само собой, все она это дело помолола. Если уже брать кофемашину, то с жерновами. Не просто такая с кнопкой кофемолка, а чтобы жернова-жернова терли именно кофейное зерно. Я две кружки купил, вы это знаете, кофейных, к этой кофемашине. Классного цвета! Классный цвет! Блядь! Само собой, разумеется, обливная. Здесь на кружке написано кофе. Когда я пью, мне нравится. Я знаю, что написано кофе здесь. Кофе мне и на этот момент я пью кофе. Охуенно нравится. Вода начинает. Бриели в моем, закипевать. А теперь я покажу для поклонников, которые так долго ждали это бахвайство на мою новую машинку. Я покажу рожок. Вот он рожок. Сюда я буду насыпать сейчас кофеин. И в прямом эфире делать. Кофе я сегодня буду жрать. Эспрессо. А потом после кофе я буду охуенно ссать. Потому что лоханки почечные после кофе они расширяются, блядь. И отлично писать. Вы думаете, этот кофе вымывается из костей кальций? Да! Кофе в машину покупаете только 19 бар. Многие берут 15 бар. Это очень мало. Почему? Объясняю. Здесь стоит помпа. Когда положил сюда кофе-езу. Вот так вот сделал. Кнопку жмешь. Кстати говоря, уже в этой сногсшибательной машинке у нее 19 бар. Сильная очень помпа. Бриель называется. Хромированная. Видите, какая? Это металл. Самая оптимальная для дома. Оптимальная. И заявлена она как для гостиниц машинка, для учреждений. То есть мощная. Не именно домашняя. А я просто так не беру, блядь, банальную какую-то хуйню. Какая-то там, блядь, Саеки, Филлипсы. Машинки, блядь. Борг. Хуйта. Бриель. Фирма. Португалия, бриель. А в Португалии, блядь, помешанно на кофе-езу. Чем же я, дурец, вовсе я буду пить кофе-езу? Кофе-езу я буду пить сегодня. Вот с такими классными слойками. Шлак пахнет корицей, по-моему. Я показал вам кофе. Это Милан Эспрессо. Еще есть, блядь, Жардин. В Португалии помешанно на кофе-машинах. Помешанно на кофе. Так же, как и в Италии. Берем португальские машинки или итальянские, потому что остальное хуета. Саеки разные, хотя это тоже, типа там, Италия. Но Шерпотреб. Боши, Филлипсы, они заебали. Я не люблю все банально. Я действую по небанальной системе. Бриель, Португалия. 19 бар. Мощная помпа. Классная. Видите, вот этот металлический капучинатор. Делать капучино. Я делаю и капучино, и американо. Я люблю латте или латте. Не будь я дворецков. Сегодня я буду делать кофе-езу. Капучино, блядь. Вот видите, машинка постояла, лампочка погасла. Сейчас опять начинает закипевать. Она понимает, она чухает. Что-то мало. Температурой подогреет его, блядь, сама заебись. Делаем капучино. Возьмем большую, большую сегодня, видите, блядь, для мега капучино. Тампер. Здесь встроенный тампер. Видите, кружок такой. Сюда накладываю кофе и тампер, тампер трамбую. Таблетку зажучиваю. И Бриэль начинает свою работу. Я наркоман, кофейный, потому что любой, кто, повторяю, пьет кофе-езу, кофейный нарик, ну, не сознается об этом. Кофе действует, так же повторяюсь, как героин и как шоу Дворецкого на ваши мозги. На то и на другое подсаживаешься. Сзади здесь у меня есть крышечка заветная. Я открываю. И тут есть ложечка, ложечка, специально встроена. Опция. Видите, еще здесь большая стоит, большая ситка стоит. Еще есть маленькая ситка. Можно менять. Часы даверские. Красота. Поехали. Спрессо Милана. Ну, что, наркоманы, заваривайте себе кофе вместе со мной. Вы завариваете и я. Но я не думаю, что у каждого такая охуенная сногсшибательная есть машина. Бриели. Блядь, запах. Запах. Это не запах. Это что-то невозможное. Ой, 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 ой. Накладываю. Опа. Процесс пошел. Отлично. Закрываем банку. Я люблю из... Купил кофе пересыпать именно в банку, чтобы оно не выветривалось. Классика. Насыпал с горкой, с горочкой в рожок. Убираю ложечку на место. Она больше нам не понадобится. Но теперь надо из этого сделать кофейную таблетку. Как? Внимание, о чем я и говорил. Машина Бриэль, встроенный тампер. Отрамбуем. Оп. Отлично. Теперь таблетка ровная. Готово. Я на полпути к наслаждению этим прекрасным кофе Чиба Милана. Эта машинка 19 бар. Сильно греет. Сильно нагревательный элемент. Очень сильный, блядь. Мне позволят из этой таблетки кофейной полностью экстрагируют из этого кофейного зерна все, что там есть. А не как поганая машинка типа Витек и остального дерьмеца ширпотребная. Бриэль, Португалии. Рожок ставлю на место. Сильно затягиваю. Рожок затягивает сильно. Для этого все и предусмотрено. Мега-капучино. Ставим кружку. Горит. Значит, вода. Температура неотличная. выставляем здесь, блядь, сколько нашей воды и нажимаем клавишу. Поехали. Сейчас мы будем наркоманиться. Отлично прошел процесс. Запах уже пошел. Классненько. Такой запах прям всю комнату мне. Запах этот затмил. Сейчас будем делать мы. Еще это не просто так. Это не американо. Это капучино я буду делать. Сейчас мы будем взбивать молоко. Внимание вот смотрите какая классика. Все готово. Отличная блядь экстрагировала все из этой таблетки из кофейной. Теперь мы делаем взбиваем молоко. Сок для капучино. Внимание эту кружку я использую в качестве питчера. Питчер это молочник. Должен быть как у профессионалов. Дуэцков стремится всегда к профессионализму во всем. Я скоро куплю питчер. Я еще его не купил. Питчер это молочник металлический в котором нужно взбивать молоко. Все должно быть по высшему уровню. Тем более с такой классной машиной Бриэль. Но пока питчер нет я буду взбивать молоко в этой кружке молочного цвета. Молоко Савушкин 3,1%. Такой президент есть Лукашенко. Это молоко от Лукашенко Савушкин. Говорят что этот батька он диктатор. Не хотел бы я диктатор чтоб был. Хотя у нас тоже наливаем молоко хуй с этими со всеми диктаторами политика заебала заебала. Вчера смотрел я про Путина и весь его путь. Что он делал что за ним следует что за ним состоит и чем он занимался до президентства. Это полный пиздос. Политику нахуй. Это же шоу Дворецкова. Делаем молоко разбиваем молоко для капучино. Кстати говоря еще я прикуплю сюда мерить температуру молока чтоб не перегреть его паром в капучиноторе потому что молоко теряет свою сладость. Вчера мальборо взял и взял мальборо мне нравится мальборо 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 шмальборо шмальборо кофе буду наливать именно хорошо я люблю кофе именно с варами мальборо кури мальборо и со здоровьем у тебя будет лучше чем было до того как курил мальборо повышается настроение если у тебя в руке пачка мальборо бабы норовят на тебя все и укладываются штабелями а ты идешь по ним и выбираешь какую тебе в этот вечер отъебать а все почему все благодаря мальборо кури мальборо и у тебя будет дохуя лавэ я я люблю мальборо но мальборо я люблю меньше чем новую свою кофемашину под названием брель итак кофе у нас уже готово и мы делаем молочную пинку твари итак переключаем на пар раз начинаем из капучинатора лишнюю воду извлекать чтобы не было воды а был один пар поехали подставляем кружку вода извлечена пошел уже один пар переключаем оставляем кружку здесь как я говорил уже у нас молоко печер я еще не купил и буду покупать мерить температуру молока чтобы его не перегреть сладость молока не ушла если молоко перегреть уйдет сладость молока и будет не капучино не то итак взбиваем молочко какой звук сейчас будет обалденная пенка главное молоко не перегреть не перегреть хороший капучинатор просто изумительный пена должна быть густая для капучино должно быть мало пузырьков крема так я иду свою новую эпоху машину фанаты порадовайтесь за дворецкого отлично смотрите как я сбил молоко молоко смотри как сбил кипяток горячий видите молоко как сбил какая пенка специально капучино достаем отлично экстрагированный уже помпой 19 бар с отличным давлением достаем наше эспрессо и делаем волшебство пенка 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 осталась смотрите сколько пенки осталось внимание смотрите вот моё охуенное утреннее капучино сигарету в рот капучино под малборо капучино под малборо это волшебство пробуем а божественно азохан Хоть я и не еврей. Писатый, но все равно. Азоханвэй. Еще раз. Вах-вах-вах-вах-вах-вах-вах. Классика. Всех, кто кушает мацу, вас фанаты, узнаю я по лицу. Не покупай себе поганые машины, типа вот так. Не вздумай. Найди себе отличный бревель португальский и только 19 бар. В некоторых почему-то написано по поводу этой машинки, что это 15 бар. Это не так. Заходим на официальный сайт Бриэль и ищем эту машинку. 19 бар. Классика. Фанаты любят меня, а я люблю своих фанатов. Вот вам воздушный поцелуй. С кофейным утром вас, друзья!